Астрология – это вещь, а нет единой школы. Есть разные специалисты, которые каждый чем-то отличаются, имеют свою какую-то фишку. И есть, конечно, вещи, которые в астрологии проработаны очень хорошо, а есть вещи, которых многие астрологи боятся, на самом деле, боятся об этом говорить. Например, все астрологи обожают работать с ближними планетами. Вот светило, Солнце, Луна, Меркурий, Венера – это бытовые вещи. Любовь, морковь, жизнь, богатство. А вот высшие планеты – Уран, Нептун, Плутон, вот темы Скорпиона, Водолея, Рыб – с ними астрологи боятся работать, и они отмахиваются от этих тем. Я очень, я, наоборот, обожаю высшие планеты. Это тайна, это мистика. И даже вот статьи, которые я писал про Плутон, про Нептун, они таким высоким рейтингом пользуются. Минутка саморекламы, самовосхваления. А потом есть два совершенно недооцененных знака. Деву и весы астрологи боятся описывать. Я сколько не слышал лекции по астрологии, не слушал, про деву как-то очень скользь-скользь-скользь, понемножку, а знак глубочайший, с двойным дном. И это не просто скромницы какие-то такие аккуратные. Вся порноиндустрия построена на эстетике девы, кстати, между прочим. При том, что они очень скромные, аккуратные. Такие врачи, медсестры, учителя, такие вот скромницы. И ботаники, ученые, комсомольские работники. Также и весы. Весы считаются, что это такой знак любви, радости, гармонии. Ни хрена подобного. А некоторые астрологи говорят, что весы – это страшный знак. Мы их боимся и пройдем дальше. Весы – это знак интеллекта, очень высокого интеллекта. И это тоже очень недооцененный знак. Совершенно недооцененный знак. Потому что то, насколько… У нас есть несколько знаков интеллекта. Это близнецы, весы, водолей и девы. Они каждый по-своему хороши, но весы обладают таким типом интеллекта, которого много и боятся. Весов многие считают манипуляторами, политиканами, старыми софистами и так далее. Но на самом деле это знак очень-очень глубокий. В астрологии много вещей, которые астрологи избегают. Даже профессиональные астрологи. Многие люди боятся кармической астрологии. Даже профессиональные астрологи боятся говорить о карме, о предназначении, о целях жизни. Они просто-просто оббегали от этих тем. А тема интереснейшая.